Я узнала о том, что собираются сносить эти арки, которые у меня сейчас за спиной, несколько дней назад. И, ну, какая-то такая грусть прям возникла внутри, и ощущение печали, потому что эти арки, они являются своеобразным символом для меня, своеобразным символом Лас-Намяя, своеобразным символом именно этого района и вообще нашей вот здесь вот какой-то русской субкультуры. Потому что, когда я была маленькая, а часть моей жизни прошла в Лас-Намяя именно детство, юность и часть взрослой жизни. И я помню, вот все время, что мы здесь были, все время были какие-то недостроенные здания, какие-то дома, которые вот остались со времен задумки в Советском Союзе и потом нереализованными проектами остались. И казалось, что эти арки, они тоже часть этого вот нереализованного проекта. Казалось, что вот они поэтому недокрашенные, поэтому, может быть, чуть-чуть недоделанные. Это потом уже выяснилось, что, оказывается, они такими и задумывались. И они были нечто, ну, вот они были своеобразными, потому что все вокруг, в общем, очень типично было построено. Такие дома, коробки, садики все друг на друга похожие, школы все тоже однообразные. А вот эти арки были нечто особенное, потому что, ну, вот полукруг, что-то, может быть, даже какой-то символ, или что-то было задумано в них, а поэтому они были оригинальны. И это было здорово. И поэтому мы их называли своей Санта-Барбарой. И, собственно говоря, наша вот эта вот местная жизнь, это вот наша собственная Санта-Барбара. Мне кажется, что здесь очень много всего в этом районе недодумано. Потенциал у района невероятный. И жители этого района, они, ни всяких сомнений, достойны того, чтобы здесь было и чисто, и красиво, и вместе с тем сохранены какие-то важные осколки нашей общей памяти. Вот такие, как эта арка.